Доброе утро! Доброе утро! Здрасте! Сегодня воскресенье, 25 мая. Вчера во всех школах страны прозвучал последний звонок, который отделяет от первого долгие годы учебы. Наш первый звонок прозвучал 80,5 лет назад, 16 октября 1994 года. У нас сегодня 450-й праздничный тираж. И вот наши оценки за 80,5 лет работы. Более 18 миллионов 140 тысяч человек выиграли более 4 миллиардов 130 миллионов рублей. 794 автомобиля, 92 квартиры в Москве. И это еще не последний звонок в нашем 450-м юбилейном тираже всероссийской телевизионной игры лотереи «Русское лото». Сегодня последнее воскресенье мая. И по традиции в это воскресенье отмечается День химика. Наша игра никакого отношения к химии не имеет. Она абсолютно честная. Поэтому, прямо глядя химикам в глаза, мы поздравляем их с профессиональным праздником. В нашей тиражной комиссии сотрудники Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина. Доцент, заместитель декана факультета химической технологии Раиса Санько. Профессор кафедры органической химии Гурам Гурдадзе. Доцент кафедры Людмила Иванова. Ну что же, дорогие мои, осмотрите внимательно наше месторождение. Вот оно, ровно 90 скважин. Проверьте наличие всех, переставьте номера в любом порядке. Я тем временем передаю слово нашей компьютерной группе. Говорит Диана Фадеева. В 450-м тираже принимают участие 1 миллион 333 тысячи 358 купленных вами билетов. Призовый фонд тиража составил 20 миллионов 370 рублей. Все ли у нас в порядке? Ну это все в порядке с нашим основным снарядом. Вот он здесь. Ну а начнем мы сегодняшний праздничный, юбилейный 450-й тираж с розыгрыша наших специальных призов автомобилей по номерам купленных вами билетов сегодняшнего юбилейного тиража. Внимательно, внимательно осмотрите наш маленький игровой снаряд. Вот здесь цифры от нуля и до девяти. Я подставляю, подставляю игровой мешок, и вы здесь сейчас откроете задвижку. Пожалуйста. Вот они, все 10, все 10 бочонков у меня в мешке. И мы с Надеждой всматриваемся в игровой билет сегодняшнего юбилейного тиража. В каждом билете персональный семизначный номер. Считайте, что первые две цифры в номере вашего билета уже сошлись. Они могут быть любыми. Нас интересует третья цифра слева направо. Итак, мы разыгрываем 20 автомобилей. Вас 21, 10! Итак, третья цифра слева направо в номере билета. Это цифра 5. Номер 5. Какую еще оценку может поставить педагог института? Чем еще можно порадовать студента? Начало сессии. Конечно, начало сессии. Сразу пятерка. И вновь пятерка! Номер 5. Педагоги. Ну, педагоги, по-моему, настроены сегодня очень дружелюбно по отношению к нашим студентам. Так. Ну, конечно. Пожалуйста. Ну, посмотрим сейчас. Ну, конечно. А это тройка. Не все коту масленица. Номер 3. Итак, 5, 5, 3. И мы возвращаемся. Возвращаемся обратно. Номер 0. Ну, это скорее не оценка знаний все-таки. Ноль. Итак, последняя. Последняя цифра. Все зависит от вас. Сейчас на вас с надеждой смотрят люди, у которых в номере билета сошлось все, кроме последней цифры. Представляете? Не подведите. Итак, номер 8. Номер 8. Итак, я прошу нашу компьютерную группу назвать номера билетов, которые выиграли наши специальные призы. 20 автомобилей, вас 21, 10. Автомобили выиграли билеты, чьи номера оканчиваются следующими цифрами. 5, 5, 3, 0, 8. Я поздравляю тех, кто начал наш юбилейный тираж с того, что выиграл автомобиль ВАЗ-21, 10. И мы аплодируем вам. Ну, а те, кто пока еще без призов, с надеждой вглядываются в вас, дорогие мои. Я подставляю наш основной игровой снаряд. И вы начинаете вращение штурвала. Удачи всем, кто играет сегодня с нами. Замечательно. Прошу вас за стол тиражной комиссии. Там вас ждут протоколы. Вы будете фиксировать появление всех наших номеров от первой до последнего. Перед вами билет нашего 450-го праздничного тиража 25 мая 2003 года. Телеканал России, радиостанция моя. Глядя на этот билет, на его игровую сетку, невольно задумываешься о той сумме, которую охраняет наш код по имени Джек. Джек-код! Джек-код составил 19 миллионов 573 тысячи 67 рублей. Более 19,5 миллионов рублей. Более 19,5 миллионов рублей можно выиграть. Если первые 15 номеров, которые появятся в волею судеб из нашего игрового мешка, окажутся в числе 30 номеров вашего билета, тогда вы станете обладателем этой суммы, которую охраняет наш код по имени Джек. Джек-код. Более 19,5 миллионов рублей. Ну а в конце, в конце игры, еще один приз, который полюбился нашим игрокам и недаром. Это скромная, но очень значительная мышка-кубышка. Кубышки 600 тысяч 11 рублей. Эту сумму в самом конце тиража. Эту сумму, более 600 тысяч рублей, мы разыграем в самом конце нашего тиража. Ну а теперь, теперь, как всегда, по порядку, призовой фонд первого тура. 87 тысяч 752 рубля. Это для начала. И мы начинаем. Начинаем игру в первом туре. Будьте внимательны, зачеркивайте в своих игровых билетах. Номер 10. Номер 10. Номер 41. Номер 41. Номер 54. Номер 54. Номер 58. Номер 58. Игра продолжается. Номер 39. Номер 39. Номер 39. Внимание. Внимание. Среди играющих билетов 46 билетов имеют по 4 совпадения из 5 в одной горизонтальной строке. Первый тур выигрывают билеты, в которых все 5 чисел любой горизонтальной строки раньше других совпадут с номерами бочонков, вытащенных из мешка. Итак, мы напомнили правила игры в первом туре. И прежде чем мы решим призовой фонд первого тура, мне хотелось бы нашим телезрителям и нашим радиослушателям сообщить вот что. С 15 июня мы начинаем новую дополнительную игру по нашим билетам. Кроме квартир, машин, джекпоток, увышки, дополнительно по своему билету вы можете выиграть тысячу! Ну и напоминаю вам, что те, кто хочет проверить свои билеты, покупайте газету «Комсомольская правда», «Московская правда», «Работа в Москве», «Еженедельники», «Сударушка», «Аи в телеглаз», «Вечернюю Москву» и, конечно же, региональную прессу. И 1 июня в 451-м в тираже, посвященном Дню защиты детей, разыгрывается джекпот, кубышка, автомобили ВАЗ-2110 и внушительное количество путевок в Диснейленд. Только в русском лото сказка может стать реальностью «Русское лото». Самые большие деньги! Итак, мы продолжаем, продолжаем нашу игру. В первом туре номер 50, полстар, ровно. Номер 50 лидирует в 75 билетов. Тем более. Номер 50 – это счастливое число нашей сегодняшней передачи. И я хочу пригласить сюда игрока под номером 50. Вам предстоит получить приз. Вы понимаете, почему? Конечно же, вы догадались, и это совсем просто. Сегодня 450-й юбилейный тираж. Поскольку этот 50-й номер удалось, посчастливилось вытащить мне, может быть, это символично. То приз, который выпадает на этот номер, я вручаю вам. И слушайте, как все аплодируют вам. Номер 50. 450-й тираж. Юбилейный. 450 недель в эфире. Это «Русское лото». Номер 5. Номер 5. Стоп-игра. Стоп-игра. В первом туре выиграл один билет. Его выигрыш – 87 752 рубля. Билет был продан. Не важно, где он продан, важно, где он куплен. Билет был продан в городе Саратове. А следовательно, там он и куплен. Мы поздравляем победителя первого тура – город Саратов. Мы аплодируем вам. Ну, вам сегодня тоже повезло. Как вас зовут? Татьяна. Танечка, вам сегодня предстоит вытащить 4 номера из мешка. Эти игроки, кому повезет, займут места за нашим игровым столом, а все будут продолжать зачеркивать эти номера в своих билетах. Номер 7. Номер 7. Номер 7 играет вместе с нами. Вот ваше место за игровым столом. Номер 7. Пожалуйста. Здравия желаю. Номер 52. Номер 52. Внимание. Внимание. После 9-го хода среди играющих билетов 16 билетов претендует на джекпот. 16 билетов претендует на сумму более 19,5 миллионов рублей. Что вы по этому поводу думаете? Что вы, Таня, по этому поводу думаете? Вот микрофон. Ничего не... Пока нет, пока я не вытащу. Вы ничего не думаете. То есть вы думаете, что это к вам не имеет никакого отношения? Мне кажется, нет. Вам кажется, нет. Так все думали. Так думал человек, который выиграл более 2 миллионов долларов в нашу игру. Он тоже думал, что это к нему не относится, когда говорят про джекпот. Так думал второй человек, который выиграл полтора миллиона рублей. Так думает каждый, кто выигрывает, что это к нему не относится. Я рад, Таня, что пока вы думаете еще, что это к вам не относится. Я желаю, чтобы это к вам относилось. И к вам, конечно, дорогие мои. Джекпот можно выиграть сегодня. Это зависит от вас. Номер 89. Дедушкин сосед. Номер 89. После 10-го хода 7 билетов претендуют на джекпот. Есть 7 претендентов на эту сумму. Номер 79. Номер 79. После 11-го хода осталось 3 претендента. Итак, Танечка, номер 79. Это игрок, который займет сейчас ваше место. Чтобы вы дальше думали правильно, я хочу вам вручить часы с логотипом телевизионной игры лотереи «Русский лоток», на которых специально для вас написано «Таня, время выигрывать». Вам аплодирует студия. Ну, мы вместе, мы готовы к продолжению игры. Нам только нужно узнать, каков призовый фонд второго тура. 117 тысяч 3 рубля. Заметьте, это больше, больше и больше. И мы продолжаем игру во втором туре. Ход ваш. Номер 19. Номер 19. Игра продолжается. Я недавно сказал «Здравия желаю», да? Номер 57. Номер 57. Игра продолжается. Игра продолжается. Номер 11. Номер 11. Номер 11. Это счастливое наше число. 450 тиражей. Каждый игрок, который вытаскивает барабанные палочки из мешка, получает приз. Как вас зовут? Здравствуйте. Катя получает приз. А мы аплодируем нашему постоянному ударнику Александру Белоузову. Золотые барабанные палочки нашей игры. Саша, это тебе. А игра продолжается. А Кате дали вентилятор, что очень, конечно, попадает точно в тему сегодняшней передачи. Номер 76. Номер 76. Внимание. Внимание. После 15-го хода в 450-м тираже джекпот не разыгран. Не разыгран джекпот. Не разыгран джекпот. Итак, эта сумма, которая охраняет наш упрямый ход, вновь не далась вам в руки. Ничего. Надо продолжать штурмовать вершину дальше. В нашем следующем тираже, если вы запасетесь билетом, вы будете претендовать на сумму более 19,5 миллионов рублей. Джекпот. Ну, а мы продолжаем игру во втором туре. Прошу. Номер 29. Номер 29. Номер 37. Номер 37. Катя, как вы себя чувствуете? Номер 47. Номер 47. Ах, как бы нам сейчас Катин вентилятор пригодился бы, да? Номер 62. Номер 62. Ну, а что делать? Это вентилятор Кати. Хотите выиграть что-нибудь? Выиграйте. Номер 16. Номер 16. Прошу. Покопайтесь. Номер 44. Номер 44. Кать, часто везет? Бывало. Бывало в игре. Номер 87. Номер 87. А вам? Тоже везет. Везет. Как вас зовут? Ася. Ася. Номер 43. Сталинград. Номер 43. А вас как зовут? Меня Валентина. Валентина. Очень приятно. Номер 61. Номер 61. Ну и... Михаил Иванович, мы знаем. Ветераны войны Михаил Иванович, мы знаем. Номер 8. Обручальные кольца. Номер 8. Кать. Хотите что-нибудь еще выиграть? Выиграйте номер 86. Номер 86. Ася. Номер 2. Номер 2. Валентина. Номер 64. Номер 64. Калабаныч, просим. Номер 23. Два притоп, три прихлопа. Номер 23. Внимание. Внимание. Среди играющих билетов два билета имеют по 14 совпадений из 15 в одной карточке. Второй тур выигрывают билеты, в которых все 15 чисел одной из карточек, раньше других совпадут с номерами бочонков, вытащенных из мешка. Итак, мы напомнили, напомнили правила игры во втором туре. Теперь важно, кто вытащит номер. Номер 59. Номер 59. По-прежнему лидирует два билета. Итак, кто вытащит номер, которым закончится игра во втором туре. Номер 90. Дедушка. Номер 90. Лидирует четыре билета. Валя. Номер 17. Мгновение весны. Номер 17. Лидирует четыре билета. Голубанч. Давайте. Номер 15. Номер 15. Лидирует четыре билета. Катерина. Номер 81. Бабка с клюшкой. Номер 81. Лидирует шесть билетов. Ася. Номер 28. Сенокоси. Номер 28. Лидирует двенадцать билетов. Валентина. Номер 68. Номер 68. Лидирует девятнадцать билетов. Михаил Иванович. Судьба идет вам навстречу. Номер 53. Номер 53. Стоп игра. Михаил Иванович. Во втором туре выиграл один билет. Сто семнадцать тысяч три рубля. Давайте поздравим. Такая сумма на один билет. И хотелось бы знать, какой город на карте Российской Федерации мы поздравляем. Москву. Москва. Звонят колокола по этому поводу. Ну и конечно же, Михаил Иванович, я хочу передать в руки этот подарок. Потому что именно вы вытащили тот самый заветный номер. На вас радостью и благодарностью смотрят те, кто с вашей легкой руки выиграли. А мы аплодируем ветерану войны Михаил Ивановичу. А игра-то во втором туре закончилась номером 53. Это номер ваш. И именно вам предстоит укомплектовать состав участников игры в третьем туре. Номер шестьдесят девять. Туда-сюда. Номер шестьдесят девять. Номер девять. Точка внизу. Номер девять. Номер девять. Вот и девушка пришла подходящая. Номер тринадцать. Черт-то водюжина. Номер тринадцать. Номер сорок восемь. Половину просим. Номер сорок восемь. Итак, номер сорок восемь заменит вас за нашим игровым столом. А прежде чем вы вернетесь на свое игровое место, я хочу преподнести вам этот хохламской набор с логотипом телевизионной игры лотереи «Русская лото» под нескончаемые аплодисменты наших игроков. Прошу вас. Итак, мы в сборе. Каков призовой фонд третьего тура? 175 тысяч 505 рублей. Вот, и еще больше. Ну что же, мы продолжаем игру в третьем туре. АПЛОДИСМЕНТЫ Кот ваш. Номер сорок пять. И это удача. Номер сорок пять. Ну вы, я чувствую, знаете, что это счастливый для нас номер. Ничего не буду говорить, кроме адреса. Ленинский проспект, дом сорок пять. Как всегда, приз нашему игроку вас зовут. Геннадий. Геннадий получает приз. Счастливое число. Номер сорок пять. Мне сказали, что вы ярая поклонница Барри Алибасова. Это правда? Нет. Нет? Ну если я встречу Барри Каримовича, я расскажу ему об этом. Номер пятьдесят один. Номер пятьдесят один. Прошу. Номер семьдесят два. Номер семьдесят два. Номер тридцать шесть. Номер тридцать шесть. Геннадий. Номер восемьдесят восемь. Номер 88 А как вас зовут? Элизабет Элизабет? Да Простое русское имя Номер 85 Номер 85 А вас как зовут? Светлана, очень приятно Номер 31 Номер 31 А вас как зовут? Мария Мария? Маша Номер 60 Номер 60 Так Номер 49 Номер 49 Элизабет, детка, прошу вас А как вас короче называть? Я не люблю сокращение Бетти Номер 18 Номер 18 Жизнь и раз бывает, Бетти, 18 лет Светлана, номер 3 Номер 3 Мария Просто Мария Номер 38 Попугаев Номер 38 Геннадий Номер 56 Номер 56 Номер 56 Вот ваш Номер 66 Валенки Номер 66 Светлана Номер 77 Топорики Номер 77 Внимание Внимание Среди играющих билетов Один билет имеет 29 Совпадений Из 30 Третий И последующие Туры Выигрывают билеты В которых Все 30 Чисел Раньше других Совпадут с номерами Бочонков Вытащенных Из мешка Итак, мы здесь с Машей Вот застыли в этой позе Потому что прозвучали правила Которые предупреждают Что игра в третьем туре Находится на грани завершения Вот теперь, Маша, можно делать Начатое дело Номер 84 Номер 84 Лидирует два билета Кто вытащит счастливого бочонок Номером которого закончится Игра в третьем туре Номер 25 Номер 25 Лидирует четыре билета Четыре билета Лизи Бетти Не знаю Номер 74 Номер 74 Лидирует восемь билетов Светлана Номер 46 Номер 46 Лидирует 11 билетов Маш Давай, Мань Давай что-нибудь сделаем сейчас Ну-ка, номер 32 Номер 32 В группе лидеров 18 билетов 18 билетов Нет, видать сегодня, Геннадий Это ваш день Похоже Номер 4 Номер 4 Стоп игра Да, это Геннадий В третьем туре выиграл один билет 175 505 рублей И у нас сейчас сумма на один билет Мы аплодируем обладателю билета Он куплен в городе Билет куплен в Московской области В Московской области Поздравляем вас с выигрышем Ну, а вам, Геннадий Предстоит возможность Сыграть в супергру Если вы хотите Хочу Хотите Значит, вы рискуете Своим призом Но Геннадий Смелый человек Сегодня его день Вы засыпаете в этот мешок 10 зеленых бочонков И если вы вытаскиваете Один из них Мы тут же узнаем На какой приз играем с вами Я перемешиваю бочонки В мешке Вы вытаскиваете один И мы тут же узнаем Что играем с вами На телевизор Номер 8 Естественно, это убираем И теперь перед Геннадием Задача из двух Он прямо сразу Прямо сразу В одном из них табличка В другом нет ничего Какой вы убираете Вот это сразу Прямо вот это больше нравится Почему, Геннадий? Что? А, не знаю А, не знаю Интуиция Интуиция Проверяем интуицию Геннадия Если там пусто То телевизора нету Там пусто, Геннадий Приз был вот здесь Так Незадача Но те А, уже Нет, есть еще Здесь недалеко Все-таки, ладно Я, Геннадий Я просто отдам вам приз Который вы рисковали Вы сделали это смело Отчаянно Вот вам приз Вот приз, который вы получили И теперь еще То, что вы должны получить Прежде чем уйдете Вот это Спасибо, Геннадий А мы продолжаем Игру в четвертом И последующих турах И со мной играет Группа На-на Привет, ребята Здравствуйте Рад вас видеть Здравствуйте Ну что же Играем вместе с вами Вы все знаете По одному бочонку Из мешка Вперед и дальше Номер 35 Номер 35 Выиграла два билета По 100 тысяч рублей Неплохо Номер 34 Номер 34 Выиграла два билета По 80 тысяч рублей Номер 14 Номер 14 Выиграла три билета По 50 тысяч рублей Внимание Внимание В следующем туре Разыгрываются путевки В Сочи Внимание Дорогие мои Те, кто сейчас Зачеркнул все номера Кроме последнего И этот последний номер Вы зачеркиваете Это номер 75 Вы получаете Путевку в Сочи АПЛОДИСМЕНТЫ Номер 75 Выиграла пять билетов Выигрыш каждого билета Путевка в Сочи И да В городе Сочи Темные ночи Номер 65 Номер 65 Выиграла пять билетов Выигрыш каждого билета Путевка в Сочи Итак Кто последним номером в своем билете зачерпнул 65, не просто нашел этот номер, а зачерпнул все номера, тот выиграл путевку в Сочи и вновь единица. Номер 1 выиграла 12 билетов, выигрыш каждого билета, путевка в Сочи. Итак, мы разыгрываем, продолжаем разыгрывать путевки в Сочи номер 80. Номер 80 выиграла 19 билетов, выигрыш каждого билета, путевка в Сочи. В следующем туре продолжается розыгрыш путевок. Номер 71. Номер 71. Выиграла 44 билета. Выигрыш путевка в Сочи. Сколько же вас встретится в Сочи победителей сегодняшнего тиража? Номер 12. Дюжина. Номер 12. Выиграла 46 билетов. Выигрыш каждого билета. Путевка в Сочи. Еще разыгрываем. Розыгрыш путевок закончен. Разыгрывается оставшийся призовой фонд. Ну что же, остальные просто выигрывают деньги. Номер 22. У тебя там. Номер 22. Выиграл 191 билет по 1715 рублей. Неплохо. Номер 40. Номер 40. Выиграла 194 билета по 1206 рублей. Номер 26. Номер 26. Выиграл 471 билет по 497 рублей. Итак, игра пошла вширь. Номер 55. Перчатки. Номер 55. Выиграла 519 билетов по 676 рублей. Вперед и дальше. Номер 78. Номер 78. Выиграла 1094 билета по 321 рублю. Номер 70. Ровно. Номер 70. Выиграл 1591 билет по 220 рублей. Номер 82. Бабушка на дворе сказала. Номер 82. Выиграла 2304 билета по 152 рубля. Номер 30. Ровно. Номер 30. Выиграла 3739 билетов по 94 рубля. Номер 63. Номер 63. Выиграла 6091 билет по 96 рублей. Номер 83. Номер 83. Выиграла 7944 билета по 88 рублей. Мало осталось. Нам хватит. Номер 27. Номер 27. Есть выигравшие в студии. Выиграла 18807 билетов по 53 рубля. Есть выигравшие в студии. Есть. Очень хорошо. Номер 20. Ровно. Номер 20. Выиграла 28884 билета по 50 рублей. Так. Разыгрывается последний тур. И вот он, последний номер. Это номер 6. Номер 6. Выиграла 40503 билета по 52 рубля. Игра закончена. Всего в тираже выиграла 11... 112 тысяч, простите, 473 билета. В мешке осталось 6 бочонков. Итак, прозвучал последний звонок в нашей сегодняшней игре. Впрочем, какой же он последний. Я прошу вас приготовиться к исполнению музыкального номера. Но прежде чем вы уйдете, я думаю, что будет нам приятно всем вместе с вами встретить вашего художественного руководителя Барри Каримовича Алибасова. Барри Каримович, вот он. Вам микрофон, Барри Каримович. Ребята готовятся к исполнению музыкального номера. Мы подводим итоги нашего сегодняшнего тиража. А я хочу дать вам возможность пообщаться с вашей поклонницей Элизабет. Вот она. Здравствуй, Лизочка. Лиза, добрый вечер. Итак, мы высыпаем все, что осталось в нашем мешке. Я прошу передать его в университет имени Губкина. А я называю номера, которые остались в мешке после окончания игры. Номер 21, номер 24, номер 33, номер 42, номер 67 и 73. Еще раз повторяю, 21, 24, 33, 42, 67, 73. По этим номерам нужно проверить, как там наша кубышка. Кубышка разыграна. Разыграна. Итак, кубышка разыграна. Ее выиграли... Я хочу спросить нашу компьютерную группу. Кубышку разделили на 25 частей. 25 счастливчиков выиграли нашу кубышку. И тем не менее, и это звонок не последний. По номерам купленных вам билетов сегодняшнего праздничного 450-го юбилейного тиража мы разыгрываем квартиры в Москве. Барри Каримович, вот здесь ровно 9, ровно 10 от 0 до 9 бочонков. Я подставляю наш игровой мешок. Вы резко открываете задвижку. Блестяще. Сразу видно художественное, руководитель на месте. И мы разыгрываем вместе с вами квартиры в Москве. Еще раз взгляните на номер своего билета. Персональный семизначный номер. Первая цифра в номере. Считайте, что уже сошлась. Последующие 6 могут быть сейчас определены. И мы узнаем, и мы узнаем, кто выиграл квартиры в Москве. Итак, Барри Каримович, третья. Вторая цифра слева направо. Это номер 7. Номер 7. Семерку я бросаю на место. Еще раз. Еще не один раз. Номер 1. Единица. Номер 1. Бросаю единичку на место. Так. Так, сейчас подробно. Ноль. Ноль. Еще раз перемешиваю. И вновь. Еще раз достаю. Номер 1. Номер 1. Так, единицу бросаю на место. Вы понимаете, почему? Каждая цифра может повториться сколько угодно раз. Номер 9. Точка внизу. Номер 9. Остался последний бочонок. Последний бочонок. Вот теперь. Представляете, на вас смотрят люди. У них в номере билета все сошлось, кроме последней цифры. И вот говорят, Барри Каримович, всю жизнь буду покупать диски на ны. Только вытащите мой номер. Так, достаю. Покупаем диски всю жизнь. Номер 1. Номер 1. Итак, я прошу нашу компьютерную группу назвать номера билетов, которые выиграли наши специальные призы. Квартиры в Москве. Номера билетов оканчиваются следующими цифрами. 7-1-0-1-9-1. Итак, я от души поздравляю вас, если вы стали обладателем какого-нибудь одного из наших призов. Если сегодня почти нет, не случилось, обязательно запаситесь билетом нашего следующего тиража. Дерзайте. Тем более, что с 15 июня мы начинаем новую игру, дополнительную игру по нашим билетам. Кроме квартир, машин, джекпота, кубышки, вы можете выиграть дополнительно по билету русского лото. Тыщу! Вот так! Ну что же, Барик Каримович, мы очень любим ваших ребят. Они у нас часто выступают на передаче. Я рад, что вы встретились со своей поклонницей. Вот она здесь. Это скромная девушка Элизабет. Да, хорошо, она после передачи, очевидно, подойдет, возьмет у вас автограф. Ну что же, дорогие мои, я хочу вас всех от души поздравить с юбилеем нашей передачи «Жизнь». Ее продолжается. Покупайте наши билеты, встречайтесь вместе с нами у своих экранов каждое воскресенье. В 8 часов 20 минут мы ждем вас всей семьей с билетом. Карандашки заточите, зачеркивайте номера и, глядишь, удача посетит ваш дом. Я с удовольствием, если вы хотите что-то сказать... Нет, потанцуем под русской лотой и только поиграем. Ну что же, я благодарен, что сегодня нашу передачу завершит группа «Нана». Но прежде чем мы предоставим «Нанайцам» слово, мне хотелось бы еще раз напомнить. Следующий тираж, о котором я говорю, 451-й, посвященный Дню защиты детей. Разыгрывается джекпот, кубышка автомобиля ВАЗ-2110 и внушительное количество путевок в Диснейленд. Запомните, что в каждом тираже русского лото разыгрывается 20 автомобилей ВАЗ-2110. И с 1 июня, все лето, только в русском лото, в каждом праздничном тираже можно выиграть дачный участок в любом регионе России по вашему желанию. Вот что значит русское лото. Ну а наш сегодняшний праздничный тираж завершает наши друзья группа «Нана», которыми руководит Барри Алибасов. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Но было кое, было и прошло. Забудь о шляпе, мы скажем папе, Мы скажем папе, что я тебя нашел. Дождь будет капать, не надо плакать, Теперь без шляпы тоже хорошо. Все переменится, родная, Все переменится, парень, А жизнь хорошая такая, Ты мне не сыгодни. Все дело шляпил, тебя прошляпил, И мне с тобой не повезло. Дубопорочно, я знаю точно, И я пою, пою судьбе назло. Все переменится, родная, Все переменится, парень, А жизнь хорошая такая, Ты улыбнись, парень, Ты улыбнись, парень, Все переменится, парень, А жизнь хорошая такая, Ты улыбнись, парень, И offered то, на с melhores лепше. Все переменится, парень, Тебе глупотθенький, Сп Faculty Gr olursick, парень, Субтитры создавал DimaTorzok Русское лото. Самые большие деньги.